Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працует Наталья Гнатенко, глядите ух этим выпуском. Сегодня у Гомеля открылся профильный военно-патриотический лагерь «Я патриот». В Белорусском гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией прошел день самокирования. А у картинной галереи Гаурила Вашченки презентовали выставочный проект «Скрой ста годзи и лёсы». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля открылся профильный военно-патриотический лагерь «Я патриот». На протягу ты дня 25 школьников будут наведывать войсковые части, музеи и спортивные объекты. Хоть, как доведались наши корреспонденты, только забавляльно-пазнавальными мероприемствами работа лагера не обмяжуется. Эта практика у Гомеля истнует с 2009 года. Под час каникулы при городском межшкольном центре допразивной подрихтовки организуется военно-патриотический лагерь. Летом он круглосуточный. Зараз час работы обмежаванный светловым днем с 9 до 16. Думки подлетков, которые у лагеря не в першню подялились. Некому не подобается дисциплина, которой приходится постоянно притримливаться. Некто на два рот задоволенный насыщенной программой. Понравилось. Здесь я уже не первый раз. Мы разбирали автоматы, стреляли, на экскурсии ездили. Ну, понравилось очень. На протягу ты дня у дельники лагера «Я патриот» наведуются в областный музей военной славы, здесняют экскурсию в войсковую часть и покатаются на конях у областных центра Олимпийского резерва. Разом с тем, подчас распроцовки программы уличывался той факт, что первоважная большаясть подлетков находится на разных видах профилактичного улику. В связи с этим, в приватности запланованы встречи с медиками, представниками православной церкви и селовых структур. В пятницу отбудется подведение вынеков работы лагера с уделом наместников директоров школ. Калидоподлетков не будет никаких заувах. Их могут снять, как минимум, с внутрешкольного профилактичного улику. Во второй половине у нас все направлено на здоровый образ жизни. Будет очень много мероприятий спортивного плана, будет волейбольный турнир, будет военно-спортивная игра «Зарница». То есть все для того, чтобы каникулы для них запомнились и у них каникулярное время было занято. Потому что ребята требуют повышенного внимания. Олег Сентюроу, Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». У «Гомеля» прошла областная навыково-практичная конференция «Пошук». Навученцы из всех районов собрались, как подвести выники своих доследших работ. В первую конференцию «Пошук» прошла в 2005 году по дисциплинах математика и информатика. С тягом часу список пополнился химией, биологией, астрономией и физикой. После заявился и социально-гуманитарный напрямок – доследовании в сферах лингвистыки, психологии, истории и географии. Члены экспертной комиссии стверджают, что с каждым годом не только повеличивается количество дельников, а и растет их эрудиция и вздровень володания певным предметом. Все лет из всех представленных навыковых работ не было так званных проходных. Каждое означается актуальностью темы и ее глубоким раскрытием. В уголе на суд членов журы было представлено 600 работ, непосредственно до обороны допущены 200 аутров. Областная конференция «Пошук» для многих школьников – свой особливый трамплин для удела у республиканских и международных конкурсах. Можно уже по прошествии 12 лет сказать, что есть результаты, есть уже кто защитил диссертации, не один человек, и пополнили научные школы. Выпробовать себя в качестве выкладчика или даже руководителя. В Белорусском Гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией прошел день самокирования. За тем, как справлялись со своими призначениями студенты, назирала Марина Джалая. Многие памятают, за какой нетерпливостью школьные годы ученики чекали этого интересного и отказного дня – самокирования. Самые активные из их частей за всю выдатники на некоторых годин займали место своих наставников. И вот тогда уже на властной скорой могли отчуть, как нелегко бывает не то, что учить, а просто упокоить класс. Это додавало поваги до выкладчиков. Все разумели, какая не просто у их праца. В Белорусском Гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией дни самокирования проводятся усяго другой год. Причим, по инициативе студентки Светланы Коростик. Летость девчина на день заняла посаду выкладчика, а селета выполняла обовязки ректора. Не глядячи на присутность нашей камеры и безупинные телефонования, она трималась уповненно и с великой отказностью до своих обовязков. Звоните, позже. Светлана сподяется, что в будущем обовязково сможет реализовать свои лидерские задатки. Пакуль же с гонором рассказывает, что подначальные без жертв отнеслись до своего часового керавництва. А это вельми приемно. Никакого юмора абсолютно нет. И даже я рассчитывала, что будут как-то больше прикалываться. Но все очень серьезные, полностью ответственно подошли к этому делу. И вот я смотрю, только радуюсь, потому что действительно все получилось очень хорошо. Наша здымочная бригада зазернула у аудиторию, где занятки проводила призначенный на сегодня первый проректор. Девчина к рыху соромилась. Але бачно было одразу, что опынуться у роли керавника и для ее великое задовольнение. Але я нечакана широкая кола обовязков. Сложно очень. Казалось, просто даешь какие-то обязанности, раздаешь указания. На самом деле работаешь, работаешь, работаешь. И когда летать день самокирования был самостоятельным мероприемством, то селета до его проведения рыхтовались разнобаково и оригинально. У фойе студенты разом с выкладчиками организовали четыре интерактивные пляцовки. Тут можно было отримать майстер-класс по выработке вот таких пригожих и утильных предметов интерьеру. Побач разместились стенды с фотосправоздачей об достигнениях университета и волонтерской деятельности. И опошняя зона – юнацкие сдымки выкладчиков. В уголе мероприемствы тут распочались с самой ранницы и тягнулись до вечера. Был навод караоке-баттл и конкурс «Студент года». Мы очень большое внимание уделяем внеучебной деятельности, потому что из наших студентов мы хотим вырастить не только профессионалов, но и людей с большой буквы. Все они очень активно отвлекаются на наши инициативы. То есть мы ездим часто в детские дома, мы ездим к пенсионерам, помогаем им. До речи, уже сейчас полным ходом идёт подрихтовка до наступного грандиозного мероприемства. У другой половины листопада в университете пройдёт свято «Виват першокурсник». Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У картинной галереи Гаурии Лавашченки презентовали выставочный проект «Скрой ста годзи и лёсы». Он включил живописные творы вядомого российского мастака Миколая Дулько. Экспозиция просвечена ста годзю Кострычницкой революции и представлена Российским центром науки и культуры в Гомеле. Вероника Ворошилина, Володая подрабязностями. Миколай Дулько заявляется членом Союза мастаков и дизайнеров России, лауреатом международных премий в Галине выявленчего мастацтва. Его выставочный проект «Скрой ста годзи и лёсы» знакомит наведленников из истории Тверского края и твяры родимых мастака и разум с тем одного из старейших русских городов, где бывали и творили шматлики, выдатные идеи культуры, науки и мастацтва. До того ж творчая работа Миколая Дулько расповедают и превеликих белорусов, які в свой час унесли певный уклад в нашу агульную историю. Это и выдающийся генерал-фельдмаршал, последний фельдмаршал Российской империи Иосиф Владимирович Гурко, который очень много сделал как для Беларуси, он вообще имел белорусские корни, которыми гордился. А остаток, он родился в Беларуси, остаток жизни он прожил в Тверской губернии, под Тверью, и там же был и захоронен. Представленные у Гомеля работы Миколая Дулько – оригиналы, выконанные первоважно у техницы пастель. Многие из их экспоновались в Празе, Берлине, Варшаве, Софии и инших краинах света. Частка картин выставлялась и на открытии Российского центра науки и культуры в Гомеле. До речи, дякуючи минавито подтримцах этой установы, же хоры и гости областного центра зараз мают махчимость познаемиться с таким цикавым, глубокофилософским проектом, различенным на самый розный взрослый. Вот, например, совершенно замечательная картина за моей спиной. Здесь Салтыков-Щедрин идет по Твери, несет книжку, а в книжке пьесы написаны. И из пьесы, рассказы, и персонажи этих пьес выпадают, бегут, 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 бегут в жизнь. Вот такие вещи детям можно рассказать, взрослым. В рамках открытия выставы Миколая Дулько у картинной галереи Гаурия Лавашенко отбылся концерт духовной музыки про те ире Геннадия Ульянича. И он выконал щирые и проникненные музычные творы, просвеченные веры, добру и любови. У Миколая Дулько немало творчих планов, однако про их ранее часу он покуль расповядать не стал. Аутор только отзначил, что на белорусскую землю сподзеется обовязково вернуться с новыми идеями. Бо с нашей краиной Мастака связывают особливые почутки. Я очень люблю Белоруссию, и фамилия моя, она тоже имеет белорусские корни, и мои предки из Подвитебска. И я вижу ту же любовь к искусству, которая свойственна была раньше всем людям, кто жил в Советском Союзе. Людям, кои сейчас немного разобщены, но все равно то, что нас вместе сплачивало, это великая культура. У нас действительно с вами общая великая культура и общие великие традиции. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадо и компания «Гомель». ГТ, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...